Добрый день! Я очень-очень-очень надеюсь, что компьютер нас не подведёт, интернет нас не подведёт, и мы начнём наш урок. Пум-пум-пум. Не вижу, начал или нет. Я себя не вижу, так что напишите, видите меня или нет. И я таки, да, попробую всё-таки начать, мне будет немножко жалко, если мы не начнём его. Да, я хочу начать сегодня с вами обсуждение нечто написанного у меня на страничке, да, где на хорошие слова в мой адрес слышно, плохо слышно, в общем, я никого не вижу, но я надеюсь, что вы меня видите и слышите. Да. Слышно? Слышно? Скажите, слышно или нет. Так вот, нечто написанное у меня на страничке, там на некоторые хорошие слова в мой адрес, которые мне говорят, я ответила, что у меня ещё очень много работы впереди. И мне очень интересно, как вы отвечаете, когда вас хвалят. Может быть, смущаетесь или соглашаетесь, или отнекиваетесь, или, может быть, краснеете. Да, у каждого человека есть некое своё, как бы, он по-своему отвечает на хорошие слова к себе или на комплименты. Да. Рада буду, если вы напишите, как вы действительно себя ведёте, как вы реагируете на комплименты и на хорошие слова. Микрофон ближе, я постараюсь. Давайте попробуем с вами посмотреть на примере праведника, глава поколения, любовического рэбе. Да. Как-то к нему на аудиенцию пришёл один очень богатый человек. И они завели некий важный разговор о душе и о предназначении человека в этом мире. И оба сошлись на том, что, наверное, еврейское образование, оно является самым важным для еврейского народа. И вот прошло очень много лет, и этот богатый человек опять приехал к рэбе, и приехал он туда уже со своим сыном. Они отстояли длинную очередь. Тот, кто когда-то был у рэбе или смотрел хотя бы фильмы о его приёме людей, когда он раздавал доллары, то вы все видели, какие очереди часовые. Я была там в 88-м году. Это была очередь, можно было стоять и 2, и 3, и 4 часа, и больше, и приходили туда люди со всего мира. Представляете, какое количество людей рэбе принимал. И вот когда этот человек отстоял очень длинную очередь и подошёл к рэбе с сыном, рэбе, давая доллар ему и сыну, начал разговор с того же самого места, где он его закончил 19 лет тому назад, спрощая его, понимает ли он сейчас, почему и как важно еврейское образование. Вау! Воскликнул этот человек. Вы великий человек, если вы помните каждого, с кем вы когда-либо общались. И сейчас, через 19 лет, вы помните, о чём мы говорили, и можете начать наш разговор с того же самого места. Вы великий человек, вы великий человек. Вот он стоял и повторял, что он великий человек рэбе, да, что рэбе великий человек, и не мог остановиться настолько, он был поражён этим. Что же ответил ему рэбе на этот вопрос? То, что ты великий, сказал ему рэбе, это то, что тебе дал Всевышний. Вопрос в том, как ты воспользовался тем, что в тебя заложили, что Всевышний хотел от тебя. Я хочу, может быть, вам напомнить знаменитый Сипур рассказ про барона Ротшильда. Я думаю, что очень многие его слышали и помнят, и знают, да, что у одного бедного еврея подрастали дочки, и совершенно не было денег на свадьбу. Что же делать, что же делать, говорили родители. Но, сказала жена, смотри, в сотворении человека участвуют трое, да, мама, папа и Всевышний. Давай напишем Всевышнему о том, что пришла пора выдавать замуж нашу, общую, да, нашу дочку. Пусть Всевышний, это, он участвовал её, так сказать, в том, что запущался от мира, так пусть он позаботится о её преданном и о деньгах на свадьбе. И вот этот бедный человек написал письмо, написал письмо Всевышнему. Всевышнему, самому Всевышнему, так прямо написал на конверте, самому Всевышнему, и бросил его в ящик для писем. Почтальон, увидев такое смешное письмо, решил, что он наклеит Марко и отправит, кому он отправит, ну, отправит он его, скорее всего, самому богатому человеку того времени, барону Ротшильду. Что он и сделал, когда барон открыл письмо, ему очень понравилось, во-первых, как к нему обращаются, да, а после того, после обращения, там, дорогой Всевышний и так далее, шло подробное перечисление чего и сколько надо на свадьбу. И в конце подсчета стояла сумма 50 рублей. Для тех времен, добрый вечер всем, для тех времен это были огромные деньги. Посмеялся барон, так ему приятно было, значит, на сердце так и леем, с таким уважением к нему относятся, как к Всевышнему. И он сказал отправить своему слуге деньги, отправить 40 рублей, 40 вместо 50, да. Эти родители должны нести какую-то ответственность за своих детей. И вот этот бедный еврей получил деньги, они сыграли свадьбу, и все прекрасно, и все замечательно. Но проходит год, и подрастает следующая дочка. Вау, а что же делать, откуда брать деньги на свадьбу? Ну как, откуда, говорит жена, ты же уже знаком с этой дорогой, ты же знаешь, как и откуда приходят деньги. Напиши опять Всевышнему. В тот раз помог, в этот раз поможет. И вот пишет он снова письмо, и опять, увидев письмо почтальона, отправляет его Ротшильду. И получив второй раз такое письмо, барон Ротшильд начал гневаться, что это вообще такое, совсем уже обдоглели, я ничего не дам этому наглому еврею. Но, дочитав до конца, он рассмеялся и повелел своему слуге послать 50 рублей на свадьбу. Что же было написано в конце этого письма? А в конце письма было написано, а через Ротшильда, пожалуйста, больше не посылай нам денег. Он берет себе 20% за пересылку. О чём говорится тут, о чём говорится в этом рассказе? Что, о чём мы вообще говорим с самого начала нашей беседы? Что понял барон и что надо понять каждому из нас? Каждый человек, он является проводником того, чего ему назначено сделать в этом мире. Каждый человек получает всё, что надо для этого. Вспомните себя в молодые годы, в 16, в 17 лет, может быть, у кого-то и раньше это было, да? В это время человек начинает задумываться, куда пойти, куда податься, да? Что же я буду делать в своей взрослой жизни? Куда направить мне свои стопы? Ну и в дальнейшем в нашей жизни мы не раз сталкиваемся с таким вопросом и стоим в ситуации, когда мы должны сделать какой-то выбор, должны что-то решить. Как мы это решаем? Какая дорога правильная в принятии важных, судьбоносных, да, иногда просто простых каких-то решений нашей жизни? Как же узнать, что именно принадлежит каждому еврею, что принадлежит каждому из нас, что каждый из нас должен сделать в этом мире? Как я могу знать, что Всевышний хочет от меня? Как я могу понять, что для меня является моим делом? Это мне очень сложно, я не знаю, может быть, вам такие вопросы даются легко. Я, во всяком случае, не раз сижу и сомневаюсь, и думаю, и не понимаю, как правильно поступить во многих вещах. Итак, что же нам советует Тура? Понимаете, что все, что у нас есть, мы берем из самого главного, единственного нашего источника, это Истары. Итак, это буквально недельная глава, две недели назад. Мы с вами узнаем о том, что в преддверии входа в землю Израиля, Муше Рабейну говорит о том, что надо разделить землю между коленами. Ведь, если вы помните, было два колена, которые хотели получить себе в удел землю еще до того, как мы вошли в Эрцканан, в землю Израиля. Они хотели получить еще на том берегу Ярдана, они хотели получить земли, которые мы отвоевали у Сихона и Ога. И вот эти самые земли Муше Рабейны он разделил между коленами Ровена, Гада и, мне кажется, половиной колена Минаше. И после этого идет, то, что я говорю, это имеет прямое отношение к тому, к предыдущим нашим размышлениям. И после этого рассказывается, в каком порядке происходило разделение земли между двумя коленами, в каком месте, это судьбоносное решение, в каком месте должно было сесть каждый из колен, какая часть страны становилась его делом и кому, что будет принадлежать, как и размер, так и так, какая земля была, какая местность и так далее. Важно, что по повелению Всевышнего разделение страны должно было происходить по жребию. Была проведена определенная такая жеребьевка, когда каждый колено получало тот самый надел, который ему выпал. Важно еще сказать при этом, что Элизар Коэна Гадоль спрашивал у Рим Витумим, вы знаете, да, что это такое? Это такой, как бы, как это сказать, не жилет, такой с камнями, который для каждого колена был определенный камень, и посредством вот этих у Рим Витумим можно было беседовать Всевышнего. То есть Элизар Коэн сначала спрашивал у Рим Витумим, какой надел какому колену, а потом происходил жребий. Раши говорит о том, что жребий был говорящий. Жребий, то есть потрясающий вещь. Жребий он возглашал, да, я жребий, и такой-то надел выпал для такого-то колена. Удивительная вещь. И можно задать вообще вопрос, зачем Всевышний сделал такой необычный жребий? Ведь сначала Муше, потом, значит, Рим Витумим. Зачем еще нужен был какой-то жребий, да еще такой говорящий, необычный жребий для того, чтобы просто разделить между двенадцати коленами землю, да, поделить в семье все имущество. Зачем все это надо было делать? Очень важно мне подчеркнуть, что то, что говорил Маши Рабейну, то, что говорил потом Яшу Бенну, то, что говорили, то, что говорил Жребий, и то, что говорили... То, что говорили все Урим Витумим, все это абсолютно совпадало, да, то есть ответ был ото всех и от всего абсолютно идентичен и одинаков совершенно. И тут можно задать еще один вопрос. О, евреи что-то решают путем жребия. И это записано в Торе. Значит, мы все тоже можем это делать. Может быть, когда я стою перед неким вопросом, перед некой дорогой, может быть, я могу взять, не знаю, там, кости, камешки, еще что-то, бросить в жребий и понять, как мне делать. Что вы думаете, можно это делать? Ну, в Торе написано, да, вот делали так, причем при таком важнейшем, как бы, такой важнейшей вещи. Давайте постараемся с вами вспомнить, где и когда в нашей истории еще был жребий. Жребий также переводится еще и пур, и гураль, да. И слово гураль, оно неоднократно встречается в Танахе. И как вот мы с вами только что говорили к этому, можно отнести два, как бы, важных таких вещи, как определение по жребию козла для жертвоприношения, да, козла отпущения. Может быть, помните, я когда-то делала урок, да, который совершает первосвященник в Йом-Кипур. И вот как мы с вами говорили, распределение земельных наделов между коленами Израиля. Иошо Бен-Нун посылает после слов Муши Робейну о разделе людей специально в землю Израиля для того, чтобы провести опись, да, для того, чтобы он ее мог разделить по жребию. Он говорит, пойдите, обойдите землю, опишите и возвращайтесь ко мне. И я вам брошу здесь жребий перед Господом, перед Всевышним, да. Что делал жребий? Он выявлял внутреннее соответствие участков земли свойством каждого коленя и их назначения, да. Это та самая задача, которую, говорится, абсолютно четко и ясно не мог взять на себя человек, да. При том, что в тексте Тарии повторяется два раза, что Иошо бросает жребий перед Всевышним, да. То есть важно понять перед Всевышним. Также то же самое было для козлов. Была жребьевка, где было сказано, что поставлено перед Всевышним, перед Господом у входа шатра. И тут мы вспоминаем третий раз. Что у нас было третий раз? Третий раз был жребий, про который мы читаем в Магилла Тестер. И там говорится «бросали перед Аманом». Результаты жребьевки часто нам кажутся некой такой игрой случая. И таким образом мог выглядеть и результат, полученный Аманом. Для чего Аман бросает жребий? Вряд ли он считает, что бросив жребий, вот как Всевышний скажет, так и будет, да. И известно, согласно Медрашу, что он бросал этот жребий не один раз, а повторял это много раз, пока не выпала устраивающая его датка. То, что как бы он представляет счастливым случаем. То есть, скажем самыми простыми словами, что Аман, он просто мухлевал, пока не получил удобный для себя день. Почему я так долго останавливаюсь на теме этого жребия? Потому что абсолютно всё материальное имеет свой духовный портатив. Или наоборот, всё духовное имеет материальное, да, если мы хотим понять, что нам делать здесь, в нашем духовном мире. Поэтому так же, как порядок раздела земли в материальном смысле происходит по жребию, то то же самое происходит с разделом нашей духовной работы. То есть, служение каждого еврея осуществляется именно подобным образом. Каждый еврей, понятно, что он должен исполнять все заповеди, но для каждого из нас, для каждого еврея, есть одна или несколько особых заповедей, которые относятся только к нему лично. И известно, что вот многие мудрецы, тары, они очень скрупулёзно исполняют заповеди, и праведники, они осторожны в исполнении всех этих заповедей, да, но у каждого из них была одна, а своя особая заповедь, при этом она может быть одной какой-то маленькой заповедью, да, но эта заповедь исполнялась с особой тщательностью и рвением. Особенностью этой заповеди было то, что она принадлежала лично и именно данному человеку. У каждого из нас, у каждого из вас есть своё личное предназначение. И мы возвращаемся опять с вами к вопросу, как его увидеть и как его выбрать, как не ошибиться. Наши мудрецы говорят о том, что такое ад для нас в будущем мире. Я повторяла это на нескольких уроках тоже, да. Это когда мы поднимаемся туда наверх, и нам показывают две картины. Одна из них – это та, кем мы были предназначены стать, кем мы могли бы стать. Мы имели, показываются все нам наши данные, качества и все возможности для того, чтобы мы стали тем, кем предназначены. Вторая же картина – это та, кем мы стали. И говорят, что именно это приносит невероятную боль, да. Когда ты видишь, кем ты мог, кем ты должен был стать, и кем ты был тут, увидишь все свои упущенные возможности. Тут же в этом мире, если мы с вами видим, что есть внутри нас какое-то качество, какое-то притяжение особо сильное. Кто-то любит петь, кто-то склонен к математике, у каждого есть свое, да, кто-то любит животных, кто-то умеет красиво говорить. У каждого человека есть именно его дело, его заповедь в этом мире. Постарайтесь услышать это в себе, найти и развить максимально больше. Тогда, скорее всего, вы найдете именно то самое свое предназначение, которое Всевышний дал вам. Всего хорошего. И мне очень жалко, что вот опять было не очень хорошо слышно и видно. До следующих встреч.